Мы бежали как сумасшедшие. Хотим медведь, может быть, нас даже и не видят. Всем привет, это ваши уши. Дима. Есения. Сегодня у нас в гостях Инна Васильевна Гайбанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Васильевна, вопрос от нашего предыдущего гостя. От Елены Владимировны Нарбет. Как думаете, почему в Магадане нет цветных домов? Не только в Магадане. Вот нигде нет цветных домов. Потому что деньги экономят. И вообще не было привычки дома раскрашивать. Расскажите, пожалуйста, сколько лет вы уже на Тиньке? Ой, много. 68-го года. Я сюда приехала после окончания института Московского биоразведочного. Ну и работала геофизиком в экспедиции. Сюда вы попали по направлению? Да, по направлению. Но направление мы выбирали сами. А почему ваш выбор пал именно? Вот в мое время, когда мы кончали вот этот самый московский институт, ни у кого бы не возник такой вопрос. Вообще ни у одного человека его просто бы не возникло. Поэтому для меня он был просто шокирующий. Ну как? Ну все. У нас все геологи, это были москвичи, леменградцы, ростовцы, приморья. Ну, короче говоря, везде, где готовят геологические специальности. Ну все мне здесь нравилось. Ну контраст вот с Московскому... Да какой контраст, ну я же говорю, я знала, что тут в принципе ждет. Ну вот я вам сказала. А вот во времена первой практики, допустим? Когда она в Якутии была? Да. Да тут же, как бы я уже, честно говоря, не помню. Ну вот это вот первая, как бы, встреча с бичами. Тогда сейчас это бомжами называют, а тогда это были бичи. Их все звали, бывший интеллигентный человек. Вот все сотрудники партии, это были бичи, вполне нормальные люди. Ну, когда мы ехали из этой, из Чульман был, там наш центр экспедиции, южно-якутская экспедиция, и ехали потом на железную дорогу, на трассу. Вот это было, конечно, что-то с чем-то. Они пили всю дорогу. И, в общем, поездка была такая, там пили, дрались, там, неведомо что. Некоторые по дороге оставались, отставали от этого, и, видимо, обратно возвращались потом, я уж не знаю. Ну, в общем, да, вот такое вот. Ну и здесь, когда приехала тоже на работу, вот весна, приходят устраиваться на работу рабочие. Такие все пропитые. Вот запах стоит такой, амбре, да, помните ли этого? Вот. Их увозили обычно раньше в поле. Ну, где-то там строят базу, каркасы для палаток, ну, в общем, все такое. Там баня, склады. Вот. Мы приезжали несколько позже. Это в начале июня обычно. Вот. Приезжаешь, смотришь. Вначале вроде принимают одни старики. Вот приходят, которые устраиваются на работу. Приезжаешь туда, оказывается, там молодежь почти что. Вот. А то есть они уже не пьют, они уже отмыты, они уже, ну, вполне нормальные люди. Вот. Очень много было таких, которые, ну, вот в плену, предположим, были. Я помню, у нас был один, звали его все капитаном. Он действительно был капитаном по своему воинскому званию. Ну, попал сюда после, то ли в плену был, то ли в общем, ну, не знаю там его судьбу. Он был очень интеллигентный человек. Ну, вот. Или был у топографов, он работал топографом, но он был капитан дальнего плавания. Он выполнял работу, в принципе, он эту топографию знал лучше этих топографов наших, которые там студенты были иногда, еще такой. Вот. Вот такие люди были очень интересные. Помню, был один такой бич дальнего следования, он себя называл. Он прямо из Берлина, значит, попал на Колыму, потому что он был там танкист. И вот День Победы, они, как сказать, ну, в общем, там празднуют этот праздник. Кого-то там за какое-то хулиганство посадили, значит, и они на танке поехали его выручать. Где-то там что-то проломили, какую-то стену. Вот. Его, в принципе, он подлежал, ну, суду военного трибунала, такому очень жесткому. Ну, был День Победы, и Жуков их, как бы, помиловал. И вот вместо расстрела он попал сюда, на Колыму. Вот такие вот были товарищи в экспедициях тогда работали. Чего себе. И, ну, вот ваш коллектив, то есть вы с ними проводили время, да, вот свой досуг? Конечно, да, да, да. Вот из чего он состоял, аппетит? Ну, рабочий день, это от, в общем, от рассвета до темноты, это маршрут, это, ну, полевая работа. Ну, с крыши, ну, я имею в виду, шурфовка или чем-то? Нет, я была геофизик, вот, и мы занимались геофизической съемкой, то есть это или электроразведка, или магниторазведка, вот такие вот у нас здесь были эти. То есть идешь в маршрут, допустим, магниторазведка, то это с тобой один человек идет, записатор, так называемый, который записывает показания, которые ты ему говоришь. Электроразведка, это обычно, там, 4-6 человек, ну, смотря какой метод электроразведки, вот, то есть такая вот группа там идет, связана проводами по профилю. Ну, то есть это были либо рубленые просеки, по которым мы ходили, либо просто по компасу. Ну, это в зависимости от масштаба съемки. Если крупномасштабные, то обычные профили рубятся, мелкомасштабные, значит, идешь по компасу. Вот, ну, были, конечно, всякие были моменты, были и встречи с медведем были. Вот тоже интересно, вот кому-то такие старые таешники, которые тут, тут у нас был один начальник, Малиновский, значит, он здесь работал с 40-х годов, геологом был начальником партии. Он говорит, я ни разу не встречал медведя в поле вообще, ну, вот так вот, везло, можно сказать, или не везло, вот. Вот, а вот кто-то, наоборот, их встречал часто. А вы? Мне тоже приходилось, шли мы со студенткой Магаданского техникума, значит, в маршруте. Мы в поле никогда не встречаемся со своими коллегами. Обычно вот маршруты идут, ну, где-то там могут идти параллельно, но все же идут с разной скоростью, поэтому не пересекались. Значит, допустим, там у меня два профиля, у нее два профиля. Не пересекались. А вот это вот, очевидно, был какой-то, ну, ангел-хранитель, что ли. Короче говоря, мы спустились с одной сопки, должны были перейти на другую сопку. А впереди верховье ручья, такой поток бурный, шумит, ничего не слыхать. И, естественно, склоны голые, а ручей заросший. И вот мы спускаемся по этому ручью, чтобы нам перейти там и идти параллельно маршрутом следующим. И вдруг видим на сопке нашей Людмилы Викторовны, которая, значит, шла там где-то параллельно, выплясывает что-то, кричит, ничего не слыхать. Она, значит, там машет руками, в общем, непонятно что. Я этой девочке Тане говорю, подожди, что-то там случилось, я пойду поднимусь к ней. В общем, я начала подниматься, склон такой крутой. Начала к ней подниматься, она машет руками, иди назад. Ну, вообще, что она там, с ума сошла, что ли? Ну, короче говоря, мы перешли на другой склон, когда поднялись туда. И уже над ручьем стало как бы слышно. Она на этом склоне, мы на другом склоне. Она говорит, что мы шли, а навстречу нам шла медведица с двумя медвежатами. И между нами оставалось вот совсем практически ничего. Мы их не видели, мы бы столкнулись, потому что заросший ручей, все вот так вот шумит. А она их сверху видела. И медведи ее, видимо, услышали, чьи, а мы нет. Вот такие вот были. Ну, в общем, с медведями у меня приличное количество раз пришлось встречаться. Где-то боялись, где-то не боялись. Где-то песни мы им пели. Один раз мы так бежали от них, хотя медведь был очень далеко от нас. Но получилось так. В общем, тоже мы шли со своей коллегой по этому профилю. Она перекуривала, я там что-то с картой делала. И увидели вдалеке медведя. По другому склону он там шел. Я еще померила расстояние по карте. Сколько примерно до него метров. Оказалось, метров 150. Потом, значит, встали, как бы идти дальше. И вдруг видим, что он стоит впереди на профиле, на нас. Ну, тоже далеко он перешел по этому ручью, значит. И вот как мы рванули от него. Это вообще что-то с чем-то. Причем там склон такой. Вот растет мелкий кустарник. То есть ни одного дерева. Залезть некуда. Мы бежали как сумасшедшие. Хотя медведь, может быть, нас даже и не видел. Потому что это было достаточно далеко. А буквально через день уже в другом месте. Опять-таки с ней. Мы шли. Вот нам надо туда идти. А медведь стоит и пасется. Ягоду ест. А нам туда идти надо. Ну, вот как-то его прогнать. Это было недалеко от лагеря. Как бы внизу, под сопкой, был наш лагерь. Вот тогда мы почему-то не боялись его. Мы начали жечь костер. Он посмотрит и не реагирует. Они ж плохо видят медведей. Ну, слышат достаточно хорошо. Вот такие вот были эти самые. Мы песню ему стали петь. Мы стали марш славянки орать по всю глотку. Вот. Ну, а потом все-таки в костер догадались лапник вот этот, ветки славянка бросить. И медведь убежал, потому что уже дым пошел. А самая вообще смешная была история, это когда мы вместе с медведем собирали ягоды. Ну, я просто не знала, что это медведь. Я думала, там человек собирает. Это было в Верховьях Армани. Значит, ну, мы коллективом поехали за ягодами. Значит, увидели. А там же была... Ну, тоже был лагерь. Вот этот рудник светлый, где добывали олово. И там осталась какая-то такая постройка. Ну, торец здания. Вот. Значит, я вижу, туда какой-то мужчина пошел, который вместе с нами ехал в этом автобусе. И я пошла за ним. Думаю, ну, посмотреть, что это там. Что за памятник стоит. Я вначале вообще не знала, что это такое. Вот. И там оказалось много ягод, жимолости. Все куда-то побежали подальше. Ну, я думаю, вот мужчина. И, в общем, короче говоря, недалеко вот от этого самого сооружения я стала собирать эти ягоды. Ведро набрала, не отходя от куста. И вижу там в нескольких метрах от меня тоже что-то шевелится. Думаю, ну, вот этот мужик собирает эти ягоды. Вот. А потом, набрав, ухожу и слышу там через ручей. Шлеп-шлеп. Смотрю, медведи. Когда все собрались к автобусу, я у этого мужчины спрашиваю. Говорю, да вы там собирали эти ягоды? Он говорит, да не. Я, говорит, за всеми ушел. Посмотрел и сразу со всеми ушел. И я поняла, с кем я собирала эти ягоды. Вот. Наверное, просто, ну, знаете, может, ветер был не в ту сторону, что вот так вот. Если бы я знала, я бы, конечно, оттуда бежала. Только пятки сверкали. Ну, тут, наоборот, он, видимо, страха не чувствовал. Ну, да. Я просто не знаю, в общем. Ну, вот такие вот были, да, моменты. Вообще, со зверями приходилось встречаться. И с оленями, и с этими горными баранами приходилось, помню. А вот когда мы с медведицей, с медвежонком встретили, у нас был наган с собой. Ноган носила вот эта вот студентка. Значит, он там где-то в рюкзаке лишал внизу. И когда, значит, вот встреча с медведями не состоялась, она говорит, ой, зачем она нам сказала? Вот у нас же есть наган, я же умею стрелять. Я обратный маршрут шла, так сказать, на вибрирующих ногах, потому что, ну, знала, чем грозила бы эта встреча. Когда мы вернулись в лагерь, мы большой формат магаданской правды повесили на дерево. Говорю, давай, стреляй с этого нагана. Где-то там в десяти шагах. Ни она не попала, ни я не попала в эту газету. Вот потому что наган был непристреленный. И рабочие другие, они говорили, да вы уж лучше ракетницу возьмите, с нее не убьете, но хоть напугайте. А это вот, после этого мы никогда не брали никакой наган, вообще никаких, ни ракет, ничего. Но ракетницы тогда были другие, да? А? Ракетницы тогда другие были или как сейчас? Ну, я не знаю, какие сейчас. Ну, обычные ракетницы. Как карту и заряжаешь, так... Нет, стреляешь из нее, да, она тяжелая. Понятно, такая, да. Да, нет, это, блин. Мы наслышаны рассказывать людей, которые успели пожить здесь при советской власти, что, ну, в целом, наша магаданская область отличалась от того, что мы имеем сейчас. И это было заметно не только по фасадам зданий, но и по людям, да, что люди были немного иначе. То есть, как сказал один из наших гостей, Вадим Сахипгоряев, люди чувствовали, что за ними стоит империя. Вот. И это сказывалось на них, как на людях, да, то есть настроения были иные. Вы... У вас нет каких-то мыслей, вот, ну, каких-то историй связанных? Империя? Ну, я бы не сказала, что там империя, но, конечно, мы все здесь, во-первых, все сюда ехали на временное как бы житье, что вот они здесь отработают до пенсии и дальше... В теплой крае. Да, будет прекрасная жизнь где-то там на материке. Вот. Ну, мы чувствовали, конечно, что стабильность, вот, что была стабильность, это однозначно, что будет, это зарплата, вот, кстати, сказать, в то время было не принято спрашивать о зарплате. Это считалось дурным тоном. Вот, когда ты приезжаешь на работу, и чтобы спросить, а сколько мне за это заплатят, это было просто нереально. И это было вот не только там я или кто-то, это все так считали. Ну, я не знаю, ну, по крайней мере, вот в среде геологов это однозначно. Чтобы спросить о зарплату, как, ну, ты еще сам себя не показала, уже как бы интересуешься зарплатой. То есть как бы за идею работали? Ну, я не знаю, за идею, не за идею. В общем-то, ну, романтика тогда была. Вот это была романтика. Вот поэтому я и говорю, что тогда в голову бы никому не пришло спросить, почему, окончив там столичный вуз, приехать там на край света. Это было нереально. А сейчас, да, сейчас, и дальше уже потом, вот позже, вот несколько позже, меня вот люди, которые там приезжали, вот тех, да, тех уже интересовала зарплата. Они, как бы, а сколько я буду зарабатывать? А тогда, приезжаешь ты после института, как правило, ну, вот поскольку я была геофизик, меня не направляли в какие-то там поселки наши, в разведочные эти самые организации, потому что там не было геофизики. Она была, как бы, здесь только в центре. Вот, а вот геологи, которые приезжали, они все вначале должны были пройти, даже кончив институт, им давали ставку техника, они должны были пройти вот там где-то или в правом отряде, или в шурховочном, или еще где-то, то есть они должны были получить сначала научиться работать. И вот сейчас я вспоминаю вот книжку, о которой мы сейчас вот в Каменихинской, да, говорили. Вот он приехал сюда в 1957 году и начальником в Сангаталонский разведрайон, тогда все это было разведрайон и назывались. И начальником этого разведрайона был Мико Асеев, это очень известный первооткрыватель амчатских месторождений, золото, потом вот он был там начальником. И он ему сначала сказал, сначала ты будешь промывальщиком, научишься работать, как лотком работать, потом шурфовщиком, и только потом будешь техником-геологом. То есть все было так. Сейчас, я так понимаю, система другая. Окончил вуз, я уже все, дайте мне там лучше всех. Ничего не знаешь, когда приезжаешь из института. Надо еще научиться работать. Ну, вообще, ты понимаешь, что сравнение некорректное, но, например, мой товарищ, он наоборот, из Магадана поехал в Москву, и он устроился в общепит, но сразу этим менеджером крупного звена. И ему это вообще так же сказали. Вот сначала поработаешь в зале, помашешь шваброй, потом постоишь на кухне. То есть сначала ты научишься делать все, что делают все люди в этом, да, ну, обычные работники. Потом только начнешь управлять этим рестораном. То есть, ну, да, в принципе, вот эти вот главные законы пресности, они все очень... Ну, идея завод хранилась, да. А вот тоже слышали, что была такая тенденция, вот, не закрывать даже двери на ночь. Вот тоже же можно отнести... Я это, да, я такое слышала, что это можно было. Ну, вот, когда я приехала, мы уже, конечно, тут двери закрывали, но у нас не было холодильников тогда. Вот здесь мы все кастрюли свои выставляли, ну, там был такой холодный чуланчик, вернее, это был не чуланчик, это была общая кухня, ну, которую никто не топил. Это был барак, где я первоначально жила, барак, где столы, у всех стояли кухонные столы по коридору, да. И была такая общая кухня, которую топили по большим праздникам, там была плита большая, все, вот. А так там было холодно, и там выставляли все свои кастрюли, вот. Ну, были такие вот, я же вам сказала про бичей, да, которые были, которые там жили в теплотрассах. Вот они ходили и, значит, могли эту кастрюлю утащить. Я сама такое наблюдала. Значит, я, в общем, по телевизору шла какая-то там передача, у меня еще телевизора не было. И я стирала белье вот в этой кухне, и вдруг слышу, кто-то зашел. А там еще был один такой маленький чуланчик. Вот. И там наш милиционер, который жил в нашем бараке, он хранил всякие там мясо, прочее, конфискованное. То есть там был вообще мороз в том чуланчике. Да я слышу, кто-то зашел туда, а дальше не идет. Я так резко, значит, включила там свет и открыла дверь. И там стоит один мужик, у которого какой-то шланг под рукой, в общем, он изображает. Я говорю, что вам надо? И он к этой полке повернулся, видимо, что-то там пытался взять. Да вот я сантехник. Я говорю, к кому вы пришли? Ну, мне вот понятно, что это был просто у него так для отвода глаз этот шланг. Ну, короче говоря, вот так вот. И вот этого нашего милиционера они очень часто грабили. А другой у нас два милиционера. Там было 10 в бараке, 10 в квартире. С одной стороны жил милиционер, а другой милиционер. Вот второй, этот был одиночка, а второй был семейный. У него там двое детей было, мой сосед, кстати. Он даже, тогда все квасили капусту и тоже там оставляли к дедам. Он, значит, идет с работы, а хоть поздно видит, мужик несет кадушку с капустой. Ну, и что-то ему там неудобно. Он ему помог эту кадушку, значит, поставить там удобнее. Когда приходит, жена говорит, у нас капусту крали. Вот таки. Неплохо. Так. У нас есть такой вопрос, все мы его задаем в конце уже. Стоит из одного слова. Трасса. Трасса? Да. Что трасса, да? Кстати говоря, есть люди, которые стесняются, что они страссы. Вот как-то недавно в магаданской этой самой гостинице я была, и там, значит, была одна женщина, вот она говорит, «Нас страссовиками зовут, а что мы?» А я, наоборот, горжусь, что я страссы. И что вот в магадан, например, мне даром не нужен. Я не люблю в магадан, потому что там скользко и холодно. Приехать туда, так скажем, а вот жить там постоянно, я бы не хотела. А так трасса, трасса – это нормально. Это круто. Здесь. Кстати говоря, вот я понимаю, что вы, наверное, сейчас там к трассе тоже так относитесь, как, ну, это что-то такое. Вот как мы раньше, я так понимаю, относились, потому что мы тут районные центры, да, а вот там, допустим, на том же транспортном, там на Ратуке, вроде они… Периферия, да? Вот. Ну, так же, как у Стемчук и прочее, для вас периферия. То есть раньше этого центра? Ну, да, наверное, это было вот всегда, то есть… какой-то центр. Точно так же, как для Москвы и Магадан-Периферия. Все относительно. Пожелания нашим слушателям и вопрос следующему гостю. Я считаю, что жить здесь надо до конца. Вот. Не временчаком быть, а жить до конца своей жизни на Колыме. Да. Какая ваша любимая книга? А за поддержку спасибо нашим патронам. Пупка Пупкевич, Богдан Волко Труп и Андрей Осипов. Богдан Волко Труп. Продолжение следует...